В эфире программа городские встречи в студии Дина Исляева. Сегодня у нас в гостях Андрей Татарчинский, кинолог. Здравствуйте. Здравствуйте. Эта программа посвящена работе кинологической службе УФСИН, которая 5 июля исполняется 110 лет. Андрей, расскажите, как отбирают собак на эту службу? Отбираемые собаки для службы в подразделениях УФСИН, прежде всего, должны иметь крепкий костяк, хорошо развитую мускулатуру, здоровые зубы, правильная постановка конечностей, нормальный шерстный порков, хорошее обоняние, слух, зрение. Также они должны иметь болезни и пороков. То есть целая такая, наверное, комиссия бывает, которая проходит собака. Ну, конечно, но чтобы они были здоровы, надо... Про вашего пса расскажите. Как он к вам попал? Ну, начну сначала. В 2013 году начал свою трудовую деятельность в кинологической службе отдела охраны. После прохождения стажировки мне приобрели щенка, порода немецкой овчарки, вот этого, по имени Берсерк. Вот с того периода мы начинаем вместе нести трудовую деятельность. Какие у вас за отношения с псом? Все-таки это ваш лучший друг? Не побоюсь сказать, что Берсерк – это мой лучший друг. Приходя на работу, увидев меня, у него сразу загораются глаза, я открываю вольер и идем с ним гулять. Сразу прыгает на меня, начинаем мы с ним играться. То есть всегда очень приветливая собака. Очень нравится в нем качество, это доброта, ласковость. Но есть небольшая у него слабость – это лакомство. Например, я положу в карман кусочки мяса, он сразу чувствует, начинает морду поближе ко мне поджимать и выпрашивать. Но много я ему не даю, все-таки мы находимся на службе, все в пределах разумного. А с какого возраста собак начинает тренировать? И вообще, что должна уметь служебная собака? Ну, примерно с 4-месячного возраста щенок закрепляется за специалистом-кинологом. Он изначально начинает приучать к поводку, ошейнику, к личке собаки, налаживает контакт с ней. А само обучение проходит в виде игры. Вот так начинается обучение. Награда что? Награда, лакомство, игрушка. Для каждой собаки это все разное, все индивидуально. Вот, например, моего пса, игрушки ему были вообще неинтересны. Только при помощи лакомства он начал понять какие-то команды. А также надо хвалить собаку. Хорошо, молодец. Но мы же понимаем, что все-таки собака, она практически как человек, у каждого свой характер. Да, она подстраивается под человека. То есть мы же работаем с ней в тандеме. То есть если она меня будет принимать, я буду принимать, у нас все получится. А как вообще проходит подготовка? Подготовка это последовательное приучение собак к выполнению в различных условиях разных сложных действий. Эти действия собака организуется согласно командам кинолога. Это, например, жестом рукой или словесной командой. Дрессировка разделяется на общий курс и специальный курс. В общий курс входят такие команды, как сидеть, лежать, стоять, ко мне, голос, опорт и другие. Также собака должна преодолевать полосу препятствий. В этот норматив входят такие упражнения, как хождение по лестнице, по буму, преодоление двухметрового забора, штакетника. Например, при преодолении лестницы собака, по прохождению лестницы собака должна в конце норматива сесть без команды. В специальный курс обучения входят такие нормативы, как след, обыск транспорта, выборка вещи, выборка человека. И активная фаза – это задержание убегающего фигуранта. Все-таки, несмотря на то, что современные технологии давно уже используются в их силах, без собак не обойтись. Без собак никак не обойтись. Потому что это надежный товарищ, который никогда не подведет тебя, всегда заступится из себя и выручит в сложных ситуациях. Как часто проходят тренировки для собак? Все-таки он все научился, все умеет. Все равно надо поддерживать постоянными тренировками, иначе он все забудет. Дрессировки в учреждениях проходят согласно плану дрессировок. Для старших инструкторов, патрульно-розыскных и специальных собак – это не меньше 9 раз в месяц. Для караульных собак – это 5 раз в месяц. В план дрессировки входят специальные занятия по повышению навыков по специальной и общей дрессировке. А вот вы уже много лет работаете. Как это меняется, тот подход к работе с собаками? Или все-таки все остается прежним? Все остается прежним. На то, может быть, всегда все так же. Просто у каждого человека свой подход к собаке. И все. Я знаю, что вы с Берсерком еще участвуете в соревнованиях в Нижнем Новгороде в 2018 году. Заняли третье место, выполнив норматив по обыску автотранспорта. Расскажите про это. Да, нам удостоверилась такая честь – участвовать на всероссийских соревнованиях. Представлять Розанскую область по разы основному профилю. Мы заняли призовое место. Также заняли призовое место и специалист кинолог по наркотическим средствам. Тоже занял третье место. А также мы заняли командное 13 место. Я считаю, что это очень хороший показатель. Было очень много, почти 80 регионов было. Соревнования были очень интересными. Пообщались с другими кинологами, обменялись драгоценным опытом. Вот обыск автотранспорта. Что ищет собака? В обыске транспорта, средства собака ищет человека, находящегося в этом транспорте. Например, стоят три макета автомобиля. В них в одном, или в двух, или в трех находится фигурант. Собака должна по команде кинолога обозначить нахождение фигуранта или отсутствие его. Как собака обозначит, кинолог докладывает. Собака обнаружила или выпустила этот автомобиль. Он подает какой-то знак? Да, он подстает знак. Например, у меня собака садится. Село, все, я поднимаю руку и говорю, задерживаю автотранспорт. Также нам этот норматив пригождается на нашей службе. Мы же досматриваем автотранспорт, который заезжает в колонию. Также это все проверяем. Мы все-таки говорим слово «норматив». Значит, есть какое-то определенное время, за которое она должна выложиться? Да, например, обоз транспорта нам дается 6 минут. То есть она должна осмотреть все автомобили? Да, все три макета автомобиля и в это время должна вложиться. Вот эти соревнования, которые приходили в Нижнем Новгороде, да? Да. Какая собака? Какую награду получила? Лакомство, конечно. А как собаки несут службу? В каких подразделениях без их помощи не обойдутся? Собаки несут службу в караулах и служебных нарядах. В обязанности кинолога со служебной собакой входят такие действия, как недопущение побегов, пресечение попыток, проникновение запретного зона наркотических веществ, запрещенных веществ. Обоз, также транспорт, как я говорил, на въезде и выезде автотранспорта. Также собака должна уметь все это делать. Без этого нельзя. А сколько служат собаки, когда они выходят на пенсию? Ну, примерно. Срок службы собакой – это 8 лет. Но если собака хорошо выполняет свои обязанности и здорова, после экзамена срок службы может увеличиться. Иногда это до 10-12 лет. Я знаю, что кинологам тоже предъявляются высокие требования. Все-таки нужно работать с животным довольно долго. Да. Кинолог, в первую очередь, должен любить собак. Это самое главное. Должен быть терпеливым и спокойным. Обладать твердым характером и проявлять лидерские качества. Но самое главное – нужно добиться собак такого контакта, чтобы вы друг друга понимали. Иногда без слов, наверное. Да, без слов понимать, конечно. А какие задачи ставятся перед подразделением кинологической службы? Вот мы уже говорили про конвоирование. Да, что еще? Ну, в общем, задача подразделения – это обеспечение охраны учреждений. Конвоирование, также повторюсь, конвоирование осужденных, обеспечение права порядка в учреждениях, обеспечение безопасности работников УИС и лиц, находящихся в учреждениях. Также участие в оперативно-розыскных мероприятиях по розыску и издержанию бежавших, обнаружение наркотических веществ, взрывчатых устройств, оружия, боеприпасов. Также своевременное проведение ветеринарно-санитарных мероприятий по сбережению служебных собак. А что бы вы хотели пожелать коллегам в профессиональной празднике? Уважаемые коллеги, хочу пожелать крепкого здоровья, новых достижений в профессиональной деятельности и просто человеческого счастья. А их четвероногим воспитанникам стать героями нашей службы. Я напомню, что в гостях программы «Городские встречи» был кинолог Андрей Татарчинский. Спасибо, что пришли. Вам спасибо. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова